всем привет с вами ванок и я решил вновь вернуться к теме мифов empires и кто-то может сказать сколько ж можно про эту игру вообще снимать видеороликов она же даже стиме недоступна но дело в том что у меня есть еще несколько замечаний которые хотел бы сказать относительно нее в первую очередь это само собой причина почему она недоступна хотелось бы поговорить по этому поводу обсудить но во вторых а моя позиция относительно данной игры сменилась она стала уже менее положительной и поэтому я хотел бы дополнить свой предыдущий видеоролик где я эту игру наверно скорее похвалил нежели поругал а поэтому нужно все-таки исправиться потому что связи с наигранными часами все же я понял что наверное от этой игры ждать многого не стоит силу определенных причин каких именно поговорим сейчас вот как раз в этом видеоролике но еще мы как раз именно с темой снятия игры стиме потому что я думаю что многие уже отметили что сейчас в миф of empires поиграть можно только тем кто я купил до того как ее закрыли а если вы этого не успели сделать то она вам в магазине стиме недоступна игрушка пробыла в продаже около двух недель где-то так получилось может быть поменьше и на сказать что за это время она успела собрать для себя достаточно хорошую фан-базл достаточно для того чтобы разработчики продолжили пытаться как-то барахтаться и пытаться собрать еще больше денег в теории потому что сейчас миф of empires позиционируется как что-то такое что серьезно выделяется на фоне многих других аналогичных проектов большими масштабами большими возможностями и всем в этом духе и надо отметить что это очень неплохо так сейчас легло на тему падения популярности аркс war of and world который сам по себе тоже является довольно серьезной крупной игрой но уже не настолько популярный уже продажи всяких дополнений для него падают и я думаю что для многих стало интересным открытием что как раз разработчики издатели арка и подали в суд на автор of me of empires и тут целую тему на самом деле можно было бы развить на тему недобросовестной конкуренции мол это специально они так вот подстроили все что бедные разработчики из ангела гейм ушли на покоя и их проект остался лишь в истории дескать не надо создавать нам конкуренцию а некоторые и вовсе при фразе спор об авторских правах сразу решили что здесь речь идет именно о геймплей дескать какие-то ребята решили присвоить себе общую концепцию таких вот выживалок песочница с концепцией рубки деревьев добычи камни и прочее именно по этой части и подали иск но на самом деле все гораздо призаичнее все гораздо проще и так давайте мы для начала назовем три компании ангела гейм это разработчика собственно мифов empire причем не путать с ангела гейма с с на конце это всем другой разработчик он занимается всяким мусором для андроида у нас здесь другая инди компания это небольшой инди разработчики из китая со своими задачами и ресурсами вторая компания это studio wildcard которая занимается разработкой арка у них также есть я так понимаю некая дочерняя студия instinct games которая помогает разрабатывать арк а также своя ла дополнительно атлас крайне странную явно проваленную игрушку с кучей вопросов и на самом деле атлас я со временем тоже рассматривал и пришел к выводу о том что эта игрушка внимание не стоит ну и дополнительно у нас идет battle ай компания которая создает одноименную защиту от читеров встраиваемую во многие игры и эта компания также здесь у нас фигурирует ну и также можно качестве 4 дополнительной компании отметить вальвы компанию которая является платформа держателем и издает в общем-то правило на платформе на этой в том числе которые говорят о том что не не нарушать чужие авторские права и если вы этим занимаетесь то ваш проект будет снят собственно studio wildcard обратилась steam с требованием снять эту игрушку дескать его не обнаружили подозрительные совпадения в коде которые пришли из их собственного проекта в мифов эмпарас они купили сделали какой-то анализ видимо разобрали код сравнили и подали заявку пока все это делалось игрушка продавалась как раз эта самая фан-база набиралась продажи появлялись и за счет этого китайцы получили некоторую фуру который сейчас и пользуется за счет которой сейчас игрушка все еще и существует то есть речь именно о том что было нарушено право на код является у нас объектом авторских прав по сути он охраняется как просто набор символов и поэтому вполне можно подать суд если кто-то код у тебя забрал основание считаю что право нарушено вполне веские а поэтому вальф не стала разбираться просто ударила игру из стима потому что собственно они так и должны делать есть такая вещь как dmc и и в рамках этой самой dmc и вся ответственность сложится на того кто обращается если он впоследствии не сможет доказать то будет нести ответственность но steam просто платформа которая в данном случае поступила в рамках правого поля дополнительно впоследствии еще также появились как раз вот эти самые ребята из battle ай и подтвердили сомнительности кода от ангела game потому что они обнаружили присутствие следов своей вот этой самой системы в игре которая является уникальным то есть код который выдается от battle ай он уникален для каждого проекта и именно это уникальное сочетание и было обнаружено в коде от ангела гейм хотя должно было присутствовать именно в арке и докоче тут нужно отметить еще один нюанс дело в том что некогда один из сотрудников нынешних ангела гейм работал над арком это программист который выполнял какие-то пленные задачи и этот самый программист ушел из команды из-за студии велкарта в ангела геймс и неожиданно получилось так что собственно код который он делал он перешел в новую игру и тут понятно что слишком много совпадений говорить о том что код другой что это совершенно новый продукт самой собой не приходится и на данный момент у ангела гейм по сути есть только один повод оправдаться ну возможно повод даже я сказал так это сообщите о том что права на самом деле принадлежат именно этому сотрудника или ангела геймс что они на самом деле не передавалось и это на самом деле студия велкарт в своем арке их уже незаконно использовали но тогда остается все равно вопрос насчет battle ай а потому что battle ай это эта история отдельно и почему battle ай уже в таким образом перетек тут уже непонятно сдается мне что оправдаться не получится хоть они и подали встречный иск о том что они сейчас несут существенные потери что должны возместить ущерб но есть большие сомнения насчет того что все это получится на мой взгляд было бы правильно сейчас бы договориться и скажешь на есть это возможность сделать поделите доход от продаж мифом пайс ну или хотя бы как-то переделать код этой игры чтобы он пристал нарушать права студии велкар тогда хотя бы игрушка можно будет вновь продавать стиме потому что объект нарушающий права исчезет останется конечно иск связано с тем что некоторые все-таки эти права нарушали что все-таки взяли не незаконно но это будет отдельная история хотя бы как-то так порешать но видимо то ли не договорились то ли сами пока не хотят ну и код соответственно не могут поменять такие короткие сроки поэтому разработчики сейчас друг на друга кидают претензии ну а игрушка игру в стиме все еще недоступно что из этого всего получится какие строки пока что не ясно если это будет полноценный из полноценного судебного разбирательства то явно совсем не скоро что-то вообще выйдет ну а если не будет то возможно если договорятся изменит код то игрушка и появится в ближайшие месяцы в стиме ну и собственно если последний произойдет если вы сможете в эту игру поиграть то сейчас я вам озвучу некоторые свое дополненное мнение касательно этого продукта еще раз повторюсь изначально я был оптимистичен я этой игре давал фору потому что только-только ранний доступ начался но сейчас по прошествии нескольких недель можно сказать даже месяцев за которые я в эту игру поиграл у меня позиция сместилась из-за положительного в отрицательного почему да потому что на самом деле я понял что в этой игре помимо собственно рутинного гринда которого в ней всегда хватало и который я сразу увидел и даже вам сказал что в эту игрушку нужно играть только составе какой-то гильдии потому что один ты ее не вытащишь и в определенный момент тебе станет настолько сложно играть одному что ты просто ее скорее всего дропнешь так вот несмотря на это помимо собственно рутинность помимо гринда из переусложнения и кучи моментов связанных именно с необходимостью долго и мутно что-то делать здесь также есть такой нюанс как отдельные недоработки причем настолько существенно что не портит общее впечатление от игры самое главное самая масштаба недоработка это боевка который сейчас сделан таким образом и таким образом взаимодействие с другими элементами игры что она попросту не работоспособна она просто неприятно неудобно она раздражает она бесит и нормально сажаться в этой игре по крайней мере с ботами на данный момент попросту невозможно это рассинхроны которые приводят тому что ты зачастую просто делаешь одну вещь а получаешь другой результат ты просто не понимаешь почему твой персонаж не попадает что происходит это ведущий к такому же результату кривые анимации это лаги на сервере причем довольно часто происходящее за то что разработчики постоянно обслуживают сервера что там дорабатывают все еще есть проблема того что ты постоянно сталкиваешься с зависаниями сервера это общее зависание только твои а все люди которые на сервере присутствуют они это чувствуют то есть фризы лаги ты где-то там в нужном моменте вроде сражаешься у тебя все откатывается или что-то еще там происходит это вообще неприятно это просто в принципе не очень удачная боевка с точки зрения ее общей концепции это кривой искусственный интеллект который в одних моментах просто жутко тупит в других наоборот какой-то просто бог и когда ты допустим замахиваешься на бота он моментально ставит блок на твой удар что на самом деле является главной проблемой всех таких игр когда разработчики просто не думают о том что искусственный интеллект должен иметь уязвимости должен быть самым непосредственно в режиме фехтования а у него этих слабость нет потому что все что может сделать это именно подлавить его на его собственных ударов если у тебя быстро оружие если у тебя оружие не быстро то тогда подлавливать уже не на ударах а каким-то образом иначе его разводить это да можно сделать да это возможно и не могу сказать что боты прям такие не убиваемые с ними легко бороться если ты знаешь как но в тех ситуациях когда ты именно хочешь честно с ним пофехтовать это практически невозможно в силу местного и и выше названных других проблем то есть нормальное фехтование 10 возможно можно именно что бегать и зерговать противников надежде что твой удар какой-то там дручный длинный грех и пройдет и ты таким образом зарубишь толпу и то не факт потому что здесь еще и до кочи очень странные коллизии бывает так что противник который стоит позади толпы ставит блок и удар который должен попасть не только по нему но и по всей толпе не проходит потому что удар где-то там заблокирован и поэтому он полностью отменяется или же допустим ты попадаешь какой-то там куст и также удар блокируется потому что этот самый куст мешает тебе наносить урон при этом противник именно бот искусственный интеллект вполне себе можно спокойно это делать и другая система регистрации в общем боевка эта вещь которая в этой игре жутко разочаровывает и чем дальше ты сражаешься чем больше ты пытаешься ее освоить тем больше еще идет разочарование это самое ты понимаешь что наверное вообще в принципе стоило бы ее бы сделать совершенно иной более простой но более работоспособный многие элементы связанные с интерфейсом и удобством игры тоже сделано отвратно особенно если речь идет о каких-то базовых действий которые тебе хотела бы совершать быстро комфортно но нет разработчики не продумали их таковыми начнем с главного в игре есть и такое понятие как слоты то есть у нас есть горячие кнопочки к этим горячим кнопочкам привязан слот это может что-то там ставить типичная для таких игр ситуация ничего нового но разработчики решили что они должны ввести ограничение не более 4 слотов оружия причем не только на конкретную панель но и на все то здесь можно переключаться между панелями казалось бы вот на одной панели ты водишь один набор на другой другой и почти так же и делается но кроме оружия оружие только на той панели ты можешь выводить ну или допустим может два слота вывести на одной панели два на другом но это будет совсем неудобно а так в его случае не больше четырех на все вот эти самые панели причем сюда входят не только конкретно именно боевые экспонаты но и всякие предметы добычи допустим топоры и там болты которые тоже можно использовать бою который тоже наносит урон они поэтому читаются оружием и они тоже ограничивают общее количество из на что здесь дополняется это пятый слот для стрелкового оружия в первые четыре не входит у хоть уж для этого сделали исключение в итоге получается что тебе неудобно постоянно отдельные предметы экипировки выносить на панель потому что одно время ты хочешь добывать другое время ты хочешь сражаться казалось бы ну вот вынести допустим оружие боевое на одну закладочку там его используя оружие соответственно добычи на другую но нет только четыре максимум соответственно у тебя есть набор который тебе нужно постоянно менять постоянно перетасовывать это жутко неудобно а в силу того что здесь оружие очень быстро ломается так еще и постоянно переходится следить тасовать потому что здесь есть связанная с оружием вещь как закалка и проще все-таки иногда бывает починить оружие нежели его заново полностью в полный цикл изготовлять ну в общем приходится вечно танцевать а к этому еще и добавляется то что двое лошади постоянно броня ломается и нужно заходить в винтарь лошади снимать старую броню почти сломанную или вообще сломанную надевать новую причем возможности отслеживать кроме как опять же каждый раз заходя в винтарь у тебя нет если оружие хотя бы видно что ломается когда на панели находится то для лошади и брони самого игрока таких показателей не присутствует все это настолько ужасно столько неудобно вообще в принципе в каких-то жарких боях иногда приходится лезть в винтарь чё-то там делать это настолько просто непродуманно сколько это большой косяк что даже на стороне одной этой части уже хочется побить в этой игре потому что разработчики таких простых вещах не подумали и на сказать что таких вещей на самом деле очень много в игре то есть за многие вещи цепляешься ну вроде вот сделали интересные какие-то решения начинаешь развиваться начинаешь углубляться в игру и понимаешь что то есть интересное решение но другие настолько отвратно и Настолько они непродуманные, что они полностью перекрывают хорошие все стороны данной игры, и скорее ты просто хочешь вечно ходить раздраженным от Myth of Empires, нежели получать от нее удовольствие. Да, мне все равно найдут свое место те игроки, которые пройдут сквозь вот эти недостатки и найдут свой уровень гурупроцесса. Опять же, те, кто любит грин, те, кто любит развитие, PvP, те, кто любит. Наверное, здесь есть все-таки положительная сторона, и говорить о том, что это отвратная игра не стоит, иначе я бы просто не наиграл в нее столько часов. Так долго в ней точно бы не просидел, но для меня лично вот эти недостатки, они являются ключевыми. Я в процессе игры все больше и больше понимал, что я теряю интерес в ней, что мое внимание угасает, и я уже захожу скорее для галочки, просто потому что у меня там уже гильдия небольшая есть, нужно все-таки как-то помогать ребятам, поддерживать базу в нормальном состоянии, потому что это тоже на самом деле нужно делать, иначе она развалится очень быстро. Здесь нет такого, что ты оставил базу на несколько месяцев, вернулся, поиграл. Нет, здесь есть толбы, которые защищают твою базу от разрушения, и если ты не будешь их поддерживать в действии, то база постепенно твоя развалится. Тоже на самом деле очень важный момент, и в силу отсутствия действия полноценных выделенных серверов, они даже были в игре в виде таких вот отдельно арендуемых, но сплыли вместе с закрытием игры официальным. Ну а серверов выделенных разработчики в принципе не завезли. В любом случае сейчас видно, что интерес к игре сильно упал, играет в нее все больше преимущественно китайцы, ну и те, кто все-таки познал дзена в этой игре, и китайцы может быть и нормально, остальным игрокам уже не так интересно, людей меньше становится. ПВП, я так понимаю, тоже уже не так активно, и вот эта местная система, она, как всему прочему, подталкивает более слабые кланы тоже забивать на игру, потому что, как я уже говорил, более сильные имеют больше ресурсов, они имеют возможность и грабить, и нападать, и вообще в принципе творить беспредел, а у слабых кланов возможности меньше. И таким образом получается, что сейчас у игрушки очень неприятная ситуация, в силу решения самих разработчиков, в силу ее системы, ну и слабо тестована в силу того, что игрушка была закрыта. В общем, чем это вернется для Myth of Empires, оно очевидно, что если игрушка не вернется в ближайшее время в стиме, то она точно закроется, точно загнется, но если вернется, то тут уже бабушка надовая сказала, как повезет на самом деле, какие будут решения разработчики предпринимать, они сейчас, конечно, всякие там мелкие патчи выпускают, но до чего-то крупного, видимо, они еще не дошли, ну или даже не хотят пока доходить, а смотрят, стоит ли вообще тратить свои силы. Вот как так получается, в общем, думаю, что даже если бы игрушка была бы в продаже, я бы порекомендовал вам подождать, посмотреть, подумать, там уже как получится, ну а так как она еще и недоступна даже, то тут в ответ очевиден. Игрушка пока что находится для нас в состоянии таком, который не обеспечивает возможности загадывать на долгосрочные перспективы. И на этом я буду закругляться, спасибо за просмотр видео, не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok